друзья всем привет с вами александр и вы на канале world house pro сегодняшнем выпуске я вам расскажу о объекте который находится сзади меня это одноэтажный дом из газобетона площадью 100 квадратных метров сейчас он у нас находится на этапе подготовки к заливке перемычек и следующий этап это армопояс в сегодняшнем выпуске мы поговорим про устройство перемычек из блока и устройство армопояса также из блока и как мы будем заливать сегодня я об этом расскажу и так дом у нас представляет собой по факту прямоугольник с небольшим только вот здесь вот выступом вовнутрь здесь у нас будет крыльцо и соответственно прихожая сам дом 15 на 8 минутам не считая миллиметров соответственно здесь у нас есть внутри несколько несущих соответственно есть периметр из 375 блока само собой что эти стены являются несущими и также есть две стены с внутренней стороны одна вот такая коротенькая и соответственно здесь вот так вот буква г идет полностью соответственно эти стены являются несущими внутренние 250 миллиметров наружный как уже сказал 375 армирование кладки мы здесь производим классическим способом и по классической схеме хотя многие говорят о том что кладку армировать нет никакой необходимости в этом тоже есть определенная логика есть много авторитетных мнений что это делать не обязательно но рекомендации производителя блока все-таки пишут что армирование необходимо поэтому мы от него не уходим и такой объемный пласт работы и соответственно не такой объемный в плане затрат на материал это арматура и там небольшое количество клей соответственно мы здесь армируем получается первый ряд как это требует производитель блока далее идет армирование через четыре ряда также армируется подоконные проемы то есть вот тут например вот здесь ряд блока под ним мы получается армируем двумя хвостами армируем мы здесь стальной арматурой восьмеркой которая закладывается соответственно в штробы а штробы эти у нас идут вот таким образом тут вот уже как раз вот это у нас получается девятый ряд он заармированы здесь же на девятом ряду у нас идут перемычки перемычки у нас здесь из-за у бога я уже сказал то есть это вот такая вот штука то есть тот же самый 375 либо 250 блог для внутренних стен наружняя стенка утолщенная внутренняя стенка выполняет функция палубки сюда закладывается арматурный каркас и все это заливается бетоном сейчас мы сделали подготовку под укладку у блоков то есть это некая палубка нам на коротких проемах достаточно вот так сделать на более длинных проемах вот там например выход на террасу там мы будем ставить еще дополнительно подпорки укладывать сверху блок армировать и заливать сейчас покажу процесс теперь мы подготовили арматурные каркасы которые у нас будут уже закладываться в перемычку соответственно аналогичные каркасы будут в армопоясе здесь у нас 2 12 арматуры снизу 2 12 арматуры сверху и хомутик из восьмерки соответственно перемычка не очень большого сечения там где-то 160 на 190 получается соответственно каркас у нас уже получается 70 на 100 соответственно вот такая вот конструкция которую мы закладывать будем сейчас в у блок который да у нас уже положен по всем перемычкам только еще надо будет почистить от снега потому что навалило опять соответственно все это подчищаем убираем и будем заливать сейчас итак друзья перемычки у нас уже все залиты сейчас мы начали заливать армопояс не сейчас покажу как все это дело происходит вообще планировали изначально заливать с бетона насоса но свои коррективы ситуации вниз получилось так что закрыли дороги на просушку соответственно мы планировали использовать бетонный насос и завозной бетон с завода но дороги закрыли где-то неделю назад и соответственно мы уже решили все это делать на месте потому что ждать месяц там или даже полтора пока их откроют не вариант технику тяжелее трех с полнотон на объект уже не пускают потому что дороги не очень хорошие в поселке просто да там условно выровняли глину сделали там насыпали асфальтовую крошку и и просто легко очень продавить особенно когда сейчас начинает все таять уже там стоит каждый день температура плюсовая соответственно поэтому нам пришлось принимать решение замешивать бетон на месте используемым бетономешалку и соответственно все это заливаем так как объем не очень в принципе большой это около двух кубов там 18 даже куба норма пояс поэтому в принципе такой объем сделать и за день залить возможно чтобы не было холодных швов в общем вот таким вот способом бетономешалка песок цемент все это замешиваем начинаем подавать ведрами тоже получается внутреннюю часть залили или вот здесь входим туда соответственно часто по периметру пойдем здесь замкнемся здесь и дойдем уже до сюда и вот тут вот соответственно закончим за день должны мы это все выполнить здесь кстати еще в данной ситуации не так страшны холодные швы потому что эта конструкция работает только на сжатие то есть грубо говоря да если мы берем что этот нас армопояс сейчас на него у нас опираются ваги перекрытия потом у нас еще два ряда поднимается блока и будет уже верхний армопояс по периметру на которую будет опираться стропильная система вот там будет распорная действовать нагрузка и как бы стропила да вот два ската они будут стремиться эти стены завалить наружу поэтому там холодные швы точно не допускаются и даже если и делаете нам делать вот там по центру над фронтоном то в этом случае к примеру даже если они где-то будут получаться вот отсюда например начали скорее всего сюда мы подойдем уже там через если через часов там пять то есть можно либо здесь продлевать две стороны эти то есть здесь например и там но здесь это не так критично потому что распирающей нагрузки никакой нет только на сжатие сверху и то есть по факту это просто площадка для деревянных лаг потому что так лаги опирать на газобетон не совсем правильно поэтому мы делаем тут армопояс и проекте он был заложен и так что здесь если даже не будут получаться но думаю что это не будет это не критично друзья ну в общем вот такая у нас получается конструкция с армопоясом то есть здесь это не единственный армопояс у нас еще будет 2 армопояс который будет заливаться уже через два ряда то сейчас мы получается залили вот этот армопояс потом идет два ряда блока вот так по чертежам это выглядит то есть получается что у нас есть нижний армопояс на которой опираются только лаги и есть вот здесь еще два ряда блока и верхний армопояс на который уже опирается кровля то есть соответственно такая конструкция здесь сделана для того чтобы немножко визуально приподнять дом то есть чтобы он не казался очень низким вот такое было проектное решение да но может быть не совсем рационально то есть можно было не делать потому что все равно идет холодный чердак и как бы второй этаж он тут не эксплуатируется нет никакой мансарды но вот такое было-то проектное принято было проектное решение мы ему следуем в следующих выпусках обязательно покажем процесс устройства верхнего армопояса и подготовку к устройству кровли и сборку стропильной системы так что если еще не подписаны на наш канал вам интересна тема строительства подписывайтесь ставьте лайки и мы будем продолжать радовать вас новой интересной полезной информации о строительстве на этом я с вами прощаюсь меня зовут александр команда board house pro всем пока